Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. И я представляю вам третий чай из моей чайной коллекции для детей. Это детский травяной чай «Таёжная ягодка». Вот как он выглядит. Ой, как он пахнет! Это всё! Знаете, вот если бы я могла вам дать сейчас его понюхать, мне бы не пришлось ничего вам рассказывать. То есть... Ой, это что-то. Это малина, земляника и смородина вместе. Тут тон основной задаёт аромат смородины. Вот как бы в основе вот этого свежесть лежит, его кайфовая. Дальше. Но к нему добавляются малина и земляника. Листочки, собранные во время цветения, я всегда собираю только во время цветения листья малины, земляники и смородины. И в тайге это делаю. Они аромат имеют не только самого растения в целом, они пахнут ягодками. И вот этот вот смородиного листа всё-таки у него такой какой-то свой собственный аромат. Он такой очень вкусный, но особый. Вот. Это, знаете, это то, от чего ваши дети придут в полный восторг, уверяю вас. Ну, дети придут в восторг, будут с удовольствием пить этот чай. А давайте поговорим о том, какая польза, какую пользу организму он приносит. Дело в том, что все эти растения, которые входят сюда, они содержат ценнейшие флавоноиды, которые позволяют нам предотвратить целый ряд заболеваний ребёнка, очень серьёзных заболеваний, которые укрепляют иммунитет ребёнка. То есть тут без навитаминов, без микроэлементов и так далее. Ну вот флавоноиды – это особенно интересно. Доказано было, что если достаточное количество флавоноидов человек употребляет с пищей с детства, на протяжении всей жизни, то проживёт он дольше, скажем так. То есть постоянное употребление флавоноидов – это залог долгой жизни. К тому же это может стать залогом хорошей работы всех органов и систем организма. То есть сейчас дети у нас перегружены в городах, и витаминные травяные чаи для них могут стать таким, но действительно такой опорой, на которой строится здоровье. Причём тут, в отличие от многих других мер, вот эта мера будет применяться добровольно. То есть если вы ребёнку дадите попробовать это, я думаю, что больше чая, особенно кофе, он пить не захочет. Он будет просить у вас только это. При этом, при всём, просто вспомните, насколько опасны для здоровья детей напитки, которые предлагаются в широкой розничной сети, где безумное количество сахара, каких-то химических добавок, аромовеществ и так далее. И подумайте о том, что очень хорошо было бы заменить это всё на натуральное. В данном случае этот чай, таёжная ягодка, он может быть использован и как холодный напиток. То есть вы его завариваете, он настаивается, добавляете к нему мёд и даёте ребёнку как холодный напиток. Это вкуснее лимонадов, это вкуснее всяких Кока-Кола и так далее. Это всё, все проблемы с холодными напитками будут решены у вас, если вы будете давать ребёнку вот такой вот чай. Но долго я... Ой, долго я о нём рассказывать не буду, он так пахнет. Это просто... Это просто вообще. Вот. В общем, желаю вам попробовать, желаю вам хотя бы это понюхать. Всё, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Заходите в таёжный магазинчик, там вот эта прелесть продаётся. Всего вам доброго. Если понравилось, то ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok